Дорогие друзья, прежде чем поздравить с днём первой печатной православной книги, я хотел бы поздравить нашего патриарха, которому через два дня будет большое событие, 39 лет, как он вступил в сан епископа и отдал себя служению церкви, обществу. За этот промежуток времени он сделал колоссальную работу, огромную работу. Мы все знаем его труды, все почитаем их. И я прошу вас поздравить его с этим большим событием. Спасибо. Благодарю вас. Уважаемые друзья, действительно, День православной книги – это большое событие, большое событие не только для церкви, большое событие для каждого из нас и для нашей страны в целом. Почти 500 лет тому назад наше общество, Россия, получив книгопечатное дело, получила непечатную книгу, получила колоссальную возможность для своего развития. Возможность получить всё ценное, что есть в мире в области искусства, знаний, профессии. И мы начали двигаться вместе, а порой обгоняя самые развитые цивилизованные страны. Но, конечно, книга – это не только профессиональное знание, знание истории. Книга – это, конечно, наш друг, который сопровождает нас с самого юного возраста. Сейчас много фильмов, интернета, и возникает такая конкуренция между тем, что мы видим с экрана. Это очень просто, такая информация, которая практически навязывается тебе и поглощается без какого-то критического восприятия. И книга, с которой нужно работать, когда ты создаёшь сам образы, видение того, что ты читаешь, твой мозг работает, развивается, и ты получаешь совершенно другое восприятие действительности. Ты по-другому воспринимаешь ту информацию, которую получаешь, проводя её через себя, через свою душу. И вот этот процесс, он, конечно, гораздо более не только интересен, но и полезен, особенно для маленьких читателей. Поэтому правительство Москвы всегда поддерживало и будет поддерживать издание книг для детей. В последнее время мы издали более 600 тысяч экземпляров для детей различных книг об истории, о Москве, о дружбе, об интересных людях. И сегодняшний день не исключение, мы хотим подарить с Патриархом новые книги, которые издали специально к этому торжественному дню. Спасибо вам большое, поздравляю. Спасибо. Спасибо.